Я не сильный. Я не знаю, как раз ударить. Но время от времени что-то такое на него находит, и он хочет блефовать. Вот сейчас, кажется, как раз такой момент. Да, какая муха кусает Фила с худшей рукой в покере. Семь-два разные, непонятно, но он четко по-английски произносит пот. Пи-о-у-ти. И, конечно же, никуда не попадает. Но зачем-то тут вообще такая история изначально неприятная для обоих должна быть. Ну, Брайан Раст, он не относится к Лу Скэннонам. Это человек, который умеет играть в покер, умеет играть хорошо. Поэтому, ну, просто такие ранауты выходят, что очень тяжело ему здесь терпеть. И, конечно же, уже четвертую пару по доске, естественно, выбрасывает. Хотя было флэш-дро. Ну, Лак просто забрал банк. Ну, дорого уже было тянуть флэш-дро, потому что... Потому что ставил от души Фил. Продолжаем. И тут там никак решили не представлять этот момент с Филом Лаком. Но Филом Лак опять не супер рука. Туз-два. Ну, у него, видишь, за спиной Аманда Леттерман, ведущая этого шоу от Нононока. Рик Саламон. Ага, остаются с Негриану. Прекрасное противостояние. Негриану открывает 5-4, Лак переставляет с Туз-два. Аманда смущает всех, стоя за ними. Так, попали, не попали. Разве что гадшот Негриану. Ну, я думаю, что по гадшоту, конечно, мы платим. Хотя много довольно. Ну, а зачем мы тогда залезали в этот банк с рукой 5-4? Купили такой флоп, на котором уже можно начинать блефовать, в общем-то. И многие сейчас по современным тенденциям уведут такую руку в чек-рейс. Ну, это еще старые добрые времена, когда просто калировали гадшоты. Я, честно говоря, не знаю, зачем вообще здесь все это происходит, потому что, ну, ладно, когда хоть какая-то сила руки. Но тут... Кстати, он насыпает... Лак продолжает блефовать. Да, причем блефовать крупным сайзинговым. И очень тяжело терпеть Негриану. Он, по-моему, с удовольствием сейчас сдастся быстрее ветра. Да, я-то уговорил. Так, а когда все-таки в солидный, как там говорится, тайтовый покер будет играть Фил Лак? Ну, мы с тобой видели много раз до этого выпуска, как Фил Лак играет именно такие железобетонные комбинации. Ну, здесь решил поблефовать. Вот, кстати, неплохая рука. Ну, чуть получше, да, чем все, что было. Открывается мини-рейзом. И вот Нананок решает у нас тут 10-7. Это известный онлайн-регуляр, член команды Покер Старс. Тим онлайн-про. Замазная. Но рейс-ререйс приходит к тебе. Ну ладно, выброси. Туз 4-6. Разве что в флэш-дролю попал. Желли Фил Лак и здесь сумеет выиграть раздачу. Не сдается, он вообще рейзит на таком флопе. Красавец. Ну что, давай погэмблим немножко. Он-то и совсем не верит, что туз мог быть в такой ситуации у Нанока. Ну, он изображает строго туза. Так вот, после того, как заплатил Кантбет на Нанока, и Лакто знает, что туза у него нет. Сейчас тяжело, конечно, продолжать. Но, видишь, сыграли чек-чек, естественно. А раз... И 42 тысячи на ривере. Да, такой легкий овербет. Все, вот так мы побеждаем. Дорогие друзья, не пробуйте повторять это у себя дома, потому что далеко не всегда подобного рода стратегия будет давать результат. Пока просто волшебником выглядит. Челак все время блефует, и все время все ему верят. Ну, надо сказать, что он еще разыгрывает таким образом, что все его действия вызывают доверие. Тони, ну 8-6 ты не выкидывал никогда. Так, тут сейчас вообще будет весело, я чувствую. Опять открыл, обрати внимание. Обратите внимание, Нигаян открыл 6-5. После того, как человек настрадливый, вот Уиггин заколол с король 10, дальше ему не дали разыграть эту руку никак. Тут остались серьезные ребята. Давайте посмотрим на них. Наконец-то хорошо все у Филла Лака. Старшая пара с отличным кикером. А эти два никуда не попали. Но это Даниэль и Нигриану не остановят. Полбанка насыпал. Ситуация мечты против. Тебя Нигриану и Тони Джи, которые заплатили уже много денег, но Нигриану даже не хочет отказываться от этой раздачи, хотя Филлак у второго-то за еще получает. И прячет, прячет руку, опять чекает. Ну просто я всегда задаю один и тот же вопрос. Если мы ничего не выбили, на какой диапазон мы хотим давить этой ставкой? Тем более ставка-то небольшая, обрати внимание. То есть мы что здесь хотим выбить? Если туз Король 2 заплатили по выходу второго туза, причем туз Король 2, ну совсем матрас, да? Только сейчас поехал какой-то дальний флэш-дрон. Ну все, это последние деньги, которые я туда вложил. Нигриану, я надеюсь. Ничего особо не закрылось. Ну, разве что Дама 10. Дама 10-то, конечно, закрылись, но это все из разряда фантастики. Здесь скорее... 28, ну что же он не останавливаясь? Не прав я в том смысле, что это последние деньги, которые инвестировал Нигриану в этот банк. Вот теперь... Лак пытается придумать себе пас? Типа тут у нас фулл-хаусы есть всякие. Так он спрашивает, да, что... Я говорю, пара королей, что ли? Откуда так? У меня же туз-то есть. Что происходит? Туз Король у тебя. У меня очень хорошая рука. Очень хорошая. А вы старшие из тузов? Чувствую, говорит, надо платить. Не могу выкинуть. Вспоминает фильм «Малыш-каратист». Я не смотрел такое кино, слава богу, но троллит Нигриану и заодно пробивает. Возможно, я совершу самый глупый пас в жизни, но, похоже, я совершать его не буду. Вот, да, единственная пока раздача, где он должен себя чувствовать достаточно уверенно, он очень много времени потратил на то, чтобы закалировать. Нигриану. Улыбался, естественно, отправил свою карту в Мак. Нет, ну здесь пас неправильно, мне кажется, было бы делать. Ну да, то есть так уверенно именно на ривере крупно поставил Нигриану, что пришлось придумывать Филу Лаку руки, которым он проигрывает. Не придумал. Продолжаем разговор. Туз-три одномастные и те же самые две пики на флопе. Да, причем Нигриану еще шестерка есть, остальные здесь для мебели. Какой раз уже, да, у нас Нигриану разыгрывают коннекторы разномастные и пока особо фишек не нажил. Безуспешно. Ну, рейзить вообще здесь надо, мне кажется. Ну, опцию рейза можно рассмотреть, естественно, просто в раздаче пока слишком много людей, даже такой кол Поляну несколько прорегит. И вот они остаются вдвоем. Тузик. Не хуже, чем пика. Ну, Нигриану-то разве это остановит? Конечно, нет. Он проверяет этого туза с ставкой в 14 тысяч. Старик, гляд. Продолжаются культурные ассоциации, теперь Сайлент. Мун. Тихая луна. А, Юлай Лак говорит, что ты можешь иметь. Да, у тебя, говорит, туз пики, да? 6-4, он еще назвал руку. Да, 6-4, и что-то, говорит, с пиковым тузом. Хотя, прекрасно помню, что пиковый туз в руке у него. Ну, сейчас-то рейс? Или опять кол? Ну, вот наши коллеги англоязычные подсказывают, что неплохо было бы и зарейзить, но мы-то с коллегами видим руки оппонентов, а они пока не знают. Так, новая ситуация, когда Негряну может отдать много денег, а может, он сам будет ставить, да? Да, будем давить на диапазон оппонента. Мы не успели с тобой заметить, как при флоп они разыгрывались, а там был какой-то кребет, между прочим. И вот теперь у нас вроде неплохой блефкетчер, да? Ну, такая же история, как в прошлой раздаче, тоже Лак вынужден придумывать руки, которые обыгрывают его. Да, потому что надо просто придумать блеф Негряну. Какой же, говорит, я дурачок. Зачем? Я, говорит, все время калировал. Это самокритично, конечно. Ну, даже если ты будешь 700 раз подряд признаваться себе в том, что ты фишу, вторая пара у тебя от этого не появится в руке. И уж пика тем более. Да, и десятка пиковой не станет на ривере. Вот они, раздумья, которые иногда все-таки выводят на правильные решения. Кол и... Да, у меня, говорит, просто шестерка, говорит, падение шестерки, а у тебя, говорит, туз пиковый, про который ты говорил, что он, может быть, и меня... О, этот стол мы видели раньше в прошлых наших программах. Здесь, да, и Фил Хельман поучаствует, и Билл Перкинс. Пока все просто калируют. Ну, ты что, Дарьо Миньери на большом бланде и... Фэмили Пот, да, у нас такой? Ну, пока, честно говоря, мне кажется, это самое классное видео из вот этих больших историй про великих игроков, потому что все время приходится сложные решения лаку принимать. Никаких там тебе попаданий в сет, и никаких аккуратных доездов, он все время что-то делает и выигрывает, выигрывает именно на скилле. Так, Филмут, ой, Филмут, я скрестил Хельмут и Филла, да, я, говорит, извините, я забыл, там, да, выбрасывают. Ну что, всего лишь вторая пара у Лака, первая пара у его оппонента Перкинса, и у обоих флэш-дролл. Вот сейчас прям будет замазка, если будет Букда на Ривере. Ох, насыпает итог неплохо. Банк 11900, а мы ставим легкий овербет, да, 15. Ну, Билл Перкинс вообще парень широкой души. Кто не помнит, это бизнесмен, который обожает играть в кэш и по очень крупным ставкам. Нет, не выходит. Бубнов вместо этого выходит вторая пара для Лака. Прямо сейчас вот не повезло Перкинсу. Еще же и прочекал. Вот вообще то, что Лак прочекал здесь, это прям суперрешение, конечно. Ну, как бы у нас лоб и терн ставил Перкинс, поэтому... Я тоже думал, что он поставит сейчас. Я думал, что он поставит, потому что он же всегда агрессивно очень играет. Он не очень понимает, с чего здесь можно будет добрать, понимаешь, по такому экшену, поэтому ставить он предсказуемо не стал. Ну да, вот сейчас и Фил говорит, ну как же ты не стал ставить, у тебя же целая дама, ну что... А почему я не стал ставить? Ты же бы наверняка заплатил. Я почувствовал все, почувствовал. Так, а что за фишки Билл Перкинса стоит из кармана, я извиняюсь. Не знаю, возможно, новенькие какие-то. Тот же стол? Да, и опять... Первая пара у Мартинеса, а вторая пара у Фила Лака. Мартинес у нас Луз Кеннон, он из Рима, и учится на врача. Молодой парень, на самом деле, ему 25 лет. Маленький банк, слава богу, здесь никаких страхов пока не происходит. Вот Туз, который приносит Мартинесу победу, но Лакта попытается выиграть каким-то образом этот банк. Сейчас, мне кажется, только ставкой Ол-Ин нужно выиграть этот банк. Нет, Ол-Банка. Ну, Ол-Ин, наверное, была бы самая смешная ставка. Её надо было запихивать, наверное, в нарезку самых смешных раздач. Рейс. Мой внутренний мир говорит о том, что калировать я не могу. И сейчас действительно, если он поставит Ол-Ин, кстати, это будет тяжелейшее решение для Мартинеса. Нет, просто кол. Ну, а что ж тут такого хорошего? Ну, поддержал студенчество. А, просто благотворительность. Две пары. Лака. 7-6. А у Соломона оверпара. Восьмёрок. Ну, Рик Соломон тоже не является профессиональным игроком. Он такой, всё-таки, человек из шоу-бизнеса. Кинопродюсер, актёр. И в итоге довольно большой банк у них возникает уже на флопе. Тройка. Для Лака не очень приятно сейчас становится, потому что здесь... Ну, да, такой приходит реальный экшн-киллер. То есть, стриты закрылись. По идее, чек-чек мы должны играть на таком тёрне. В позиции мы видим Рик Соломон. Но... Вот это ставка. Вот тебе и экшн-киллер. 42 тысячи. Ол-ин. Ну, кстати, Ол-ин такой. Почти что... Приблизительно похожий по размеру. Чуть больше. Ну, просто без пятёрки здесь тяжело ставить. Ол-ин, да, это понимает... Мне кажется, все, включая Филла Лака. Ну, доставить нужно 20 тысяч в гигантский банк. Да, но если у тебя как бы, ну, только 4 аута на победу... Доставят, конечно. Доставят. Наверное, просто потому, что это Рик Соломон. Человек, который в покер играет ну так, для развлечения. Сколько раз крутить будем? Сейчас, когда Лак улыбался, был на тебя очень похож. Ну, я думаю, что играю я хуже, чем Рик Соломон. По крайней мере, вот в таких раздачах с Филлом Лаком не оказывался. Ну, смотри, аутов-то сколько. Ё-моё. Ну, у него еще, да. Мы как-то забыли про то, что пятерка дает ему длинный стрит. Так что все в порядке. Еще можно выиграть эту раздачу. Третий случай. Соломон будет забирать банк. И три, а не Ривера, будут разыгрывать специально для того, чтобы как раз возможно, хотя бы одна эта треть сыграла. Пока король, не то. Ну да, повтор тройки и четверки дает две пары старше. Соломону пятерка и восьмерка. Одна делает стрит, другой делает сет. Пока одна треть уходит в Филлу. Соломон грустен, пил Лак. Очень рад. Нет, 10. Тоже не туда. Опять десятка. Чайф артовый. Ну сложно Соломону развеселиться, хотя он пытается сохранить лицо. И опять десятка, да что ж такое-то. Все три раза забирает все в Филл Лак. Неудачный для Соломона. Фишки в сторону Лака поехали. Ну, здесь момент был как раз интересный с точки зрения развития ситуации. Ну, в общем-то, странное решение поставить Аллу на Соломона, вот поэтому остался без шашек. Друзья, подписывайтесь на наш канал, будем продолжать знакомить вас с великими быки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...